Приветствую вас и есть несколько аспектов проблемы, которые мы постараемся с вами разобрать. Я прочитал ваше письмо, ваше сообщение. Вы пишете, что примерно два с половиной года у вас появилась привязанность к парням, она не совсем обычная. Дело в том, что если вы начинаете с кем-нибудь общаться, то начинаете привыкать к человеку спустя два дня. Значит, о чем это говорит? Во-первых, это говорит о некой адресности. Приветственность к парням, это зависимость от них, быстрое слияние. Это означает то, что вы через мужчин пытаетесь восполнить что-то, чего не хватает вам. А можно вы не уверены в себе после какого-то случая, когда у вас получились неудачные отношения? То есть вы пишете, что раньше вы такой не были и началось это два с половиной года назад. Значит, именно два с половиной года назад, а может быть и немного раньше, что-то произошло. С вами произошли какие-то моменты, какие-то вещи, которые как раз-таки и повлияли на вас определенным образом, таким образом, что вы начали испытывать зависимость. И вот какова природа этой зависимости, откуда растут ее ноги? Как справиться с ней и как не привязываться к парням? Ответ на этот вопрос можно дать так. Начнем, пожалуйста, с того, что определим. Для чего вам мужчины? Ведь если вы по ним страдаете, значит, они что-то вам дают и это что-то вы потом теряете. При общении с парнями вы испытываете удовлетворение того, что вы хотите, потому что они дают вам это. Как только вы общаться прекращаете, вы тут же перестаете это получать. Что именно? Мужское внимание? Ощущение себя женщиной? Уверенность в том, что вы красивые, что вы привлекательные, что вы востребованы? Что? Ответ на этот вопрос вам нужно найти самую. Потому что в зависимости от того, что именно вам нужно от мужчин, вам и требуется что-то делать, вам требуется как-то эти желания удовлетворять, но не через мужчин, а напрямую. Если вы не уверены в себе, например, то нужно понять, в чем и почему вы не уверены в себе. Откуда это неуверенность делается? Если имеет место быть незаконченные отношения с каким-то очень важным для вас молодым человеком, ну, например, отношения длились несколько лет, а то есть пять лет, и вот вы расстаетесь, это по вам очень страшный удар, вы боитесь, что вы больше никому не будете нужны, ну и так далее, и так далее. И вот этот момент, например, можно и нужно скупировать так. Во-первых, нужно прорабатывать те самые отношения, которые у вас завершились. Если вы берете ответственность за окончание отношений только на себя, то это как минимум неправильно. Потому что в отношениях несут ответственность всегда два человека, и ваш мужчина не менее виновен в том, что произошло, чем вы. Ну и все разбирать, кто сыграл ключевую роль в разрыве, и во всем этом есть своя причина, свое следствие и так далее. Из этого всего нужно извлекать вывод, извлекать опыт. Только так и только тогда вы эти отношения отпустите, и они перестанут, что важно, влиять на вас. Если отношения перестанут на вас влиять, можно и нужно говорить о том, что вы освободитесь от счастья от этой привязанности. Дальше. Востребованность, привлекательность достигается за счет работы над собой, за счет развития самодостаточности, за счет понимания того, какой мужчина вам нужен, и за счет повышения любви к себе. Когда вы привязываетесь к другому человеку, вы себя не любите, вы пытаетесь раствориться в нем. Вы пытаетесь в нем исчезнуть как личность, полностью переняв все его цели, все его ценности, может быть и так далее. И это, естественно, играет с вами злую шутку, потому что людям нужен человек рядом, личность рядом, да, с которой могло бы быть интересно, да, с которой могло бы быть, знаете, как сказать, прогрессивно, продуктивно, которая могла бы что-то дать. А если вы растворяете полностью в человеке, то, естественно, ценность ваша падает. И это второй важный момент. Нужно работать над своей самодостаточности так, чтобы представлять ценность в себе для мужчин. И не только для мужчин, но и вообще для людей. Второй момент между нами набрали, попробуем пройти продвинуться дальше. Когда вы встречаете парня, начинаете с ним общаться, вы себя спросите, вы хотите его счастливым делать? Вы хотите для него стараться, для него напрягаться, безусловно, тратить на него свое время, силу, силы, энергию там и так далее. Если хотите, то это одно. Если не хотите, это другое. Можно и нужно говорить о том, что если вы не хотите, если вы хотите только получать, например, от парней, то это любовь эгоистична. Можно и нужно говорить о том, что если вы не стремитесь сделать человека максимально счастливым, и делать это безусловно, то, конечно, такие отношения обречены на провал. Просто потому, что человеку не нравится, что ему стадо условия. Человеку не нравится, что ему, ну, как бы говорят, вот ты сделай мне что-то, и я сделаю для тебя что-то. Это, к сожалению, не ехать хорошо. И тогда, суммируя все вышесказанное, можно сказать, что, скорее всего, у вас была немножечко скрыта неуверенность в себе, возможно, скрытый страх чего-либо. И после какого-либо происшествия, после пережития вами аффекта, то есть сильного эмоционального переживания, этот страх, эта неуверенность в себе проявились и дали о себе страх. И сейчас вам нужно устранять в первую очередь эти моменты, эти аспекты, а нужно потом работать над всем остальным. До тех пор, пока вы будете неуверенны в себе, нельзя говорить о том, что у вас получится строить отношения независимые, полноправные и так далее. А именно такими отношения и есть полноправные, независимые, партнерские. Вы же пока не можете выступать в отношениях партнеров, вы же пока выступаете в отношениях ведущей, ой, то с ведомой, прошу прощения, ведомой. И это может не всем нравиться. А если говорить откровенно, то мужчина, по крайней мере, в начале отношений хочет видеть перед собой женщину, которую нужно добиваться, которую нужно завоевывать, которую нужно, там, да, значит, забирать себе, делать своей, а вы, видимо, такого мужчинам не внушаете, и в результате этого у вас возникают проблемы. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку, помогу. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучше. Желаю вам всего доброго и удачи.